пастор так и хочется не привык я ходить в этом как давид помните да но буду послушным одели значит значит терпите слава господу благодарение ему за то что мы сегодня воскресный день в доме божьем и это здорово я понимаю что как бы слово божие говорит что самое лучшее место на земле это его обитель но пока мисс ты с богом не встретишься не соединишься с ним духе святом не получишь эти отцовские объятия этот глубокий поцелуй в самую душу ты не поймешь что это значит на самом деле но когда поймешь ты будешь стремиться и в доме божьем будешь понимать сердце давида и эти 150 псалмов однажды пропустишь и скажу да господь благословен я что живу в обители дома твоего да и домой возжелал я как место для того чтобы пребывать ним хочу всегда быть в доме твоем в разных переводах разные как бы жемчужинки и когда читаешь современный перевод ты еще больше понимаешь что имел ввиду давид и слава богу за то что мы доме божьем и нам хорошо и быть приятно вместе спасибо за хорошую хвалу я почувствовал моем сердце как я отек вместе с вами мне было так здорово но я хотел бы продолжать ну не понимаю у нас есть время мы в рамках временных и это естественно и это естественно и я имею честь просто сказать вам что вчера был такой чудесный вечер и я был благодарю господа за то что семья паста и гены и наташи пригласили меня как участника и свидетелей их радости и я там чуть-чуть смог так прикоснуться как бы к служению к этому святому празднику потому что они вошли в свой юбилейный год в семейной жизни 25 лет они вместе давайте поаплодируем их и пригласим их сюда потому что но я не знаю не 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 всех я вчера видел на празднике но это нереально чтобы да мы мы как бы стремимся но трудно всегда собраться все вместе и они смотрите какие молодые юные они обновляются смотрите наташа и гена они просто как юноша и девушка у них есть желание отпраздновать 100 летний юбилей семейной жизни пастор сказал что он имеет планы и установку жить 100 и там сколько то я точно не помню до 107 как минимум до поэтому я так понимаю что у нас есть есть шанс погулять на 50-летие потом на 75-летие а там как бог да поэтому мы ну наверное сейчас помолимся за них не все были там на этом ужине прекрасном и на этом служении священодействие когда мы вместе молились благодарили бога и благословляли их а сейчас мы можем еще рассказать благословение божих много не бывает давайте перед господом станем скажем богу спасибо за наших друзей благословенных за пасторов и сердца их они в руках божих папочка спасибо тебе за то что это чудесная пара сейчас они просто дети твои я благодарю тебя отец за то что в общении с ними я чувствую что их дух это дух радости в них есть простота и это жизнь которая течет от престола твоего мы вместе сейчас с народом божьим благословляем их этот прекрасный юбилей мы молимся даем больше боже даем больше чем сто лет господь даем вечность потому что я уверен что они хотят быть вместе в вечности и сейчас господь мы просим тебя боже наполняй их боже тем в чем они нуждаются потому что господь их прекрасные детки уже подросли боже и я знаю что у них теперь есть еще большие цели в служении в царстве божием но вчера мы молились чтобы ты дал им особенное боже время господь когда они будут больше вместе чтобы находить тебя и делиться тобой с народом божиим господь дай им боже мудрость делегировать больше ответственности полномочий другим братьям и сестрам которые растут на глазах которые поднимаются рядом ты боже помазал уже многих и пусть придет эта полнота боже но пусть не будет утрачено боже это юность это состояние сердца ребенка боже пусть это будет как вечная радость и вечная награда в сердцах любящих тебя пусть они будут живы и здоровы пусть они будут благословен во всех сферах их жизни господь пусть духе в душе и теле они будут иметь полноту радости во христе пусть их дети будут благословенны и их дети их детей будут благословены когда придет время спасибо за то что даже они стали дедушка и бабушкой своего маленького собачки господь и в этом ты благословил их и боже там целых семь маленьких щенков аллилуйя боже ты сказал благословляя благослови дом и все в доме божий так сказал господь слава тебе боже и мы еще благословляем господь то что ты вложил в их сердце боже пусть это видение господь пусть это внутреннее понимание твоих путей в их жизни господь пусть она трансформирует их жизнь и пусть она разливается боже на жизнь тех людей которых ты привел к ним и соединил в одном служении пусть это завладевает боже нами потому что мы нуждаемся в том чтобы твое видение господь который ты вкладываешь нас реализовывалась пусть их дом будет полной чашей господь и пусть тот мир тот покой господь и чистота которая есть в их сердцах в их доме пусть умножается во имя иисуса христа мы благодарим тебя и благословляем эту чудесную пару во имя иисуса аминь аллилуйя будьте благословенны а вы уже благословены аминь ну и и у меня есть такое поручение и предложение пастора гены сегодня поделиться словом божьим и еще когда я выезжал и пастор гена спросил сможешь еще воскресенье послужить я сказал если такая честь будет оказана я буду молиться я молился еще в софии и просил у бога что ты хочешь чтобы я чем я поделился и господь не положил вот я чувствую что вот такое я раньше смеялся и ну как улыбался думаю как это так вот я знаю некоторых людей о которых написано что они проповедовали всю жизнь одно и то же послание и думаю как это боже это же становится пресным хлебом хотя у бога хлеб то общем то пресный без без био добавок и химических разрыхлителей потому что жизнь должна быть чистой вот без классного вот этого всего а мы любим классные мы вот такие народы нам надо вспушить или разные ароматизированные добавки вот чтобы казалось вот жизнь более сладкой а потом когда мы разбиваемся и получаем там гастриты там до воспаление поджелудочной и начинаем читать литературу правильную смотрим а там ух ты оказывается надо и это убрать из рациона и от этого избавиться вот и потом приходим к простоте и думаем так оказывается на одном объекте работаю и мы привозили с собой из дому нам жены готовили и мы там я строитель инженер строители мы строим и сидим с братом кушаем и как-то у нас кончились харчи не рассчитали остались на один день позже дольше и кончились у нас продукты провиант и это тоже брат во христе и он говорит викторич не волнуйся сейчас что-нибудь сваргане сварил картошку мундирах а потом еще обжарил ее и она такой вкусный оказалось а потом нашли где-то там наверху на холодильнике пакет и там оказался хлеб с прошлой недели нашли а он такой сухой уже ну просто сухарь полнейший порезали его там есть такая пилка знаете зубчиками почти как на жопа порезали этот хлеб на кусочки положили благослови господа потом ты когда дошли до чая и начали есть эти сухари суши я давно не ел не пил чая с сухарями а это ж так вкусно не кексы out кто помнит бублики простые до сухарики это очень вкусно и тут начали а помнишь в детстве бабушка никогда хлеб не выбрасывала да сухарики на печечке потом водичкой соленой или водичкой сладенькой ладно извините я отклонился да у кого-то можем там желудочный сок начал уже пошел да хорошо ну вот да и я молился и спросил у господа что мне проповедовать и я здесь в болгарии проповедовал только одну тему я здесь уже три с половиной года живу и одну тему куда не приду в церковь и если приглашают проповедовать я проповедую одну и ту же тему я спрашиваю бога о чем говорит господь вот в сердце и как и когда я пытаюсь назвать это вот это ну назвать можно так предпосылки пробуждения почему я вам скажу честно вот я иногда вспоминаю там свою жизнь ну я не старый еще но я как бы уже чувствую что я и не сильно юный вот 56 уже такое время когда как бы но где-то уже можно посмотреть чуть-чуть там сзади увидеть как бы вот уже седой уже лысый вот и уже дети взрослые вот сейчас вот последнему у меня четверо и последнему вот сейчас вот через неделю 20 лет отмечаем они уже все летели вот уже внук есть и я уже как бы дед по статусу а сердце моего и душа не соглашаются я чувствую еще молодым себя похулиганить хочется вот ну чё-нибудь такое вот отчебучить смешное вот тем более это правильно и полезно потому что старость тогда долго не приходит ну вот тем более что ну я с пастором делился как бы я думал что я буду вечно молодым и здоровым ну вот а тут вот в прошлом году в декабре женщина с косой правда правда так близко подошла пробить приблизилась я пережил ну штуку такую пережил до оказался в больнице и доктор говорит а что ты думал ты вечный что ли тебе 56 парень опомнись надо заботиться о моторчике вот такие так я не пью не курю подожди это хорошо но и начал мне перечислять так я даже здоровым образом жизни занимаюсь это тоже хорошо но и как бы доказал я так думаю боже может быть это просто ты допустил для того чтобы что-то сказать и как раз там как раз на этой коечке больничной очень сильно и ясно господь проговорил ко мне знаете в такие минуты вспоминается самое дорогое драгоценное что было в твоей жизни конечно это семья жена родная любимая детки сладенькие это папа с мамой это самые ценные люди и люди которых бог даровал царстве божьем я военный в прошлом офицер запаса и я говорю богу господь ты как-то так мою жизнь устроил мне такое впечатление что я уже минимум три жизни прожил в одной сначала жизнь без бога вот и ну вот это вот комсомол пионерия октября что там потом вот это вот я даже партийным был в офицерстве там без партийных не было 90 процентов у нас были все с партийным билетом потому что этаж были кадры и по этой службе 29 лет я встретился с иисусом хотя где-то с 27 он активно стучал мое сердце одна жизнь потом уверовал потом переехал в другую страну и новая жизнь царство божие открылось для меня и мы с женой буквально на второй третий год уже нас бог в служение позвал активно очень сильно и бог использовал нас церковь родилась и вот сегодня уже церкви сегодня церкви уже 22 23 года еще одна жизнь вот потом мы переехали в болгарию и мы сейчас здесь и я говорю богу господь столько событий некоторые люди и половины в одну жизнь не вмещают а ты вот почему-то меня так вот все это то уплотнил я знаю я не один такой мне тоже некоторые люди говорили вот и и и боже время уплотняется что-то происходит как это все господь и самое сильное что потом я вспоминал это свои переживания и об этом потом молился господу самое лучшее время моей жизни было тогда когда ты меня спасал и после того когда ты спас мою душу я помню и благодарю бога за то что я жил и находился прямо в эпицентре настоящего духовного пробуждения которое бог совершал в наших я знаю это было во всех славянских народах которые где рухнул этот коммунистический занавес и это происходило это происходило в украине в россии это было по всему советскому союзу в белоруссии это было в болгарии мне местные пастора рассказывали здесь тоже когда бог открыл болгарию для иисуса христа здесь было очень сильное пробуждение движения духа святого и не мы не можем сказать что сейчас как бы бога с нами нет но вы понимаете я думаю вы согласны что-то произошло что-то сейчас не так как было тогда я точно это знаю потому что в моем сердце сейчас есть бог и есть благодарность ему и в моем сердце живет слово божие и память которая все это держит ну как бы все живое но почему-то сегодня я не могу делать того что делал тогда сегодня я не способен у меня почему-то не получается как это сделать как я понимаю что без бога это невозможно потому что это он инициатор все пробуждения происходят конечно же люди молятся чтобы дождь пошел но не люди включают дождь аминь там что-то происходит на небесах господь чему-то приказывает там да вот и эти все ионы там и эти все ну огромные массы воды собираются уплотняются и потом господь посылают в одном месте молнию она пробивает дырочку и все и водичка полилась что вчера шариком произошло у ребят кто-то дырочку сделал и один ищуплен был и вот это вот я говорю богу господь я размышляю вот эти вот эти годы вот этим месяц и я спрашивал у бога и конечно я могу сказать что я об этом и проповедовал что для пробуждения нужна молитва особенно с нашей стороны мы должны этого хотеть если я хочу познакомиться с девушкой которым не нравится мне нужно и дать знать об этом мне нужно проявлять знаки внимания я ухаживал за своей любимой женой целых два с половиной года я дарила и цветы я пила и песни сочинял романсы я ну старался быть для нее ну привлекательным ну важным нужным я старался сделать все чтобы она была счастливой и однажды она мне сказала ну скажи я искать сейчас сказал сначала я помню это все удивительно в следующем году у нас с ней 35 лет вот и а я вот я вчера говорю гене у меня такое впечатление что я помню еще какая первый раз взял в руку ее руку потому что первое свидание были такие пионерские но мы были так воспитанные пуританские у меня родители были тоже комсомольцы блюли моральный кодекс строителей этого коммунизма и мы были очень строго воспитаны и поэтому я на какое-то только свидание прикоснулся в киноте специально в кино я пригласил думай будет темно я дотронусь даю руки вот а чё с богом не так что ли когда ты первый раз просишь откуда ты знаешь ответит он или нет то будем честными когда ты первый раз молишься ты еще не уверен есть он или нет потому что у меня так и было закрытый гарнизон ни одной церкви ни одного верующего запрещено все север вот и ты в этих погонах знаешь своего бога он командующий там или министр обороны там портрет висит кабинете это твои боги вот но тем не менее когда пришло время и ты чувствуешь все эти ценности рушатся все это оказывается ложью и ты начинаешь осознавать что мир оказывается мироздание мир устройства совсем не такое как тебе его описали школе потом военном училище потом университете марксизма ленинизма и ты начинаешь тихонько читая научный атеизм догадываться стоп если бога нет то зачем тратить столько денег чтобы доказывать то что его нет журнал наука и атеизм жду другой журнал там потом еще в санкт-петербург в ленинграде целый университет научного атеизма существует огромные расходы на то чтобы доказать что и чего-то нет если чего-то нет его просто нет и как бы вот ненароком когда так тебя в этом движении мысли придавило и уже партия не поможет комсомол тоже ты уже взрослый папы с мамой рядом нет и авторитет твоих лидеров и наставников упал ниже некуда и ты становишься в эту смиренную позу говоришь боже если ты есть как-нибудь тайна или явно как ты решишь откройся мне моя жизнь все она разлилась на песок а она кончается моя жизнь не жить жизни мило жить не хочется нет смысла жизни куда идти и вот это было время где-то примерно пять лет время это было время пробуждения это время было когда бог рушил одни старые стереотипы и как бы было трудно но сейчас говоришь я бы с радостью лучше был в этих трудностях но видел славу твою чудеса твои едешь со службы после покаяния первые два-три месяца после покаяния я еду на улице сугробы слышите автобус пустой а я чувствую себя в эдеме и слышу как только думаю об эдемском сайт об этом чудном присутствии слышу запахи запахи боже чем пахнет смотри налево направо никого нет женщин побрызганных духами нет все как только начинают искать то откуда пахнет запах уходит не амазах опять начну не хочу хочу видеть слышать тебя опять запахи всякое было но я говорю сейчас нету запаха у меня сейчас только одеколон только одеколон и жена по родному пахнет конечно идейте дохнув ну понимаете да дома по родному пахнет ну кто знает о чем я говорю кто понимает ну мы все разные у кого-то были запахи у кого-то нет у кого-то были другие переживания но и тогда было сильное очень сильное откровение и открытие, что Царство Божие реально. Оно настолько реально, что оно вытескнуло материальные ценности. В моей жизни это было так. В моей жизни это было так. Я тогда много молился, много постился. Я тогда много искал Бога. Я читал Слово Божие сутками. Сутками прибывал в Слове. Я не мог лечь спать, потому что мне хотелось продолжать следующую главу, еще главу. Вот утром надо на службу вставать в 6 утра. Вау, уже полтретьего. Мне осталось спать. Господи, дай мне бодрость. И еще пару глав, и потом как-то раз, и утром встаешь. Аллилуйя, Господь! Фух, как это! Аллилуйя! И на службу. И приходишь на службу, и дома опять. И ждешь, когда эта служба закончится, чтобы дома Библию читать. На службу нельзя, еще партия была власти. Вот. А я политработник. И уже другому Богу поклоняюсь. Непорядок. Капитан-лейтенант Мостовенко. И это все правда. Итак, первые проповеди мои здесь были в Болгарии. Я проповедовал о молитве. Молитва – это двигатель прогресса. Без молитвы – ну никак. Молитва и в тайной комнате, правда, да. Молитва личная. Молитва, чтобы прорыв совершить там, да. Молитва в кругу родных, близких, в семье. Молитва и чтение Слова Божьего. Молитва в церкви. Хочешь, чтобы духовные твердыни рухнули в этом городе. Молись. Как, Господь? Молись. Молитва – это разговор с Богом. Потом Бог открывает, существует вторая фаза молитвы – слушание. О, Господь, я только семь лет уже во Христе только говорил. Так, правильно. Вот я уже устал. Бог говорит, я семь лет тебя слушаю. Ты теперь остановись. Помолчи. Теперь я начну говорить о твою жизнь. Вот. Появилась новая дисциплина – молитва. Это молитва. Вторая часть молитвы – слышание голоса Божьего. И это оказывается очень важно. Эффективность жизни совсем другая. Меньше ошибок. Потому что ты ж попросил мудрости. Да дай же ж мне сказать. Я только… И потом пошло другое, да. Бог говорит, Он говорит, облекитесь во всеоружие Божие, да. Это полнота жизни во Христе Иисусе. Мы начинаем учиться ходить в истине. Мы начинаем применять это все. Ну, я сейчас понимаю, что это целое… Это просто целое учение. Ну, и… И потом, когда вот эти вещи, и я просто продолжал молиться, размышлять об этом, и Бог мне сказал, что для меня нет мелочей. И Господь мне в последнее время говорил о страноприимстве. И просто Бог мне сказал, Моя жена вчера спрашивает, о чем будешь говорить? Я ей сказал, о предпосылках пробуждения. Она, и именно о чем? И… Ну, говорю, я буду говорить о страноприимстве. Она говорит, а я бы говорила о истине, о хождении в истине. Ну, это ты. Вот когда ты будешь удостоен от чести проповедовать в церкви, ты будешь говорить то, что… А я вот чувствую, у меня звенит, у меня жужжит, у меня… зудит в руках Слово Божие. И я молился и говорю Богу, Господь, тогда ты скажи, покажи. И знаете, Он просто вернул меня в прошлое. Он мне показал, что, оказывается, огромные пласты очень больших изменений в моей жизни произошли из-за того, что… или в жизни других людей из-за того, что Бог использовал либо кого-то и чье-то послушание, сердце, дом, семью, страноприимство. Либо мое, либо моих друзей, братьев и сестер. И я поэтому хочу, чтобы мы увидели, что это важно. И давайте вот откроем сейчас вот вместе, прочитаем два-три места из Писания. Давайте сейчас Римлянам 12 главу откроем. Вот, ну, вы знаете, давайте положим, просто положим фундамент Слова Божьего, потому что, когда есть фундамент, можно строить дом. И Римлянам 12, и прочитаем 13 стих, здесь Господь говорит такие слова. Итак, даже 12 стих. Господу служите, утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы. То есть, понимаете, тут это просто, ну, Слово Божие, это бездонное, бездонный источник мудрости, глубины. Мы можем проповедовать только о скорбях много часов, о терпении, насколько это важно. Будьте дороготерпеливы, чтобы восхитить обещанное. Вот, молитвы постоянные. Дальше говорит, в нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о стороноприимстве. Интересная вещь. Он говорит, ревнуйте. То есть, это не просто важно, это архиважно. Ну, понимаете, да? Вот, вот, пастор Гена, он врач, он сегодня так, когда молился, я говорю, Наташа, он так молился, что у меня визуализация включается. Только, только врач может перечислять органы внутренние, делать это профессиональное качество. У меня включилась визуализация. И я дошел до, до мочевого пузыря. Господи, стоп. Вот, хорошо, что у вас пастор, врач, как Лука знает. И тут архиважно. Ревнуйте о стороноприимстве. Почему? Давайте задний вопрос, почему? Почему? О, аллилуйя, слава Господу. Давайте еще шестнадцатую, тоже римлянам, но шестнадцатую главу откроем. Шестнадцатая глава, это двадцать третий стих. Приветствует вас Гай, страннопримец мой и всей церкви. Приветствует вас Яраст, городской казнохранитель и брат Квард. Знаете, слава Богу за Яраста. Слава Богу, он министр финансов и, наверное, святой и не крал деньги и, наверное, противостоял коррупции. За это его и поставили на этот пост. Ну, послушайте, Павел не спал у Яраста. Слышите, Павел ночевал не у богатого человека. Павел не ночевал у богатого человека. Ну, это, понимаете, странная вещь. Но есть же лучший пентхаус. Вы посмотри, у него хороший оклад, у него больше комнат. У него, понимаешь, у него такая классная мебель. Да там матрас ортопедический, а подают там. Там такие блюда подают. Аллилуйя. Но почему-то он... Ну, подумаем, потом, да, еще об этом. Почему? Потому что страноприимство это, оказывается, способность сердца. Это способность души. Это некое... Ну, больше, чем послушание, ну, вот перенести кому-то там тяжелые предметы. Сейчас мы дальше этого коснемся. И давайте еще откроем 1 Петра. Нет, не, извините, не 1 Петра. Откроем... Ну, да, давайте 1 Петра. Еще откроем 1 Петра сейчас, да. Потом. 1 Петра, 4 глава. Библия родная, но не моя. Хотел первый раз в жизни повыпендриваться, приехать проповедовать с электронным носителем. Господь меня обломал. Он у меня сел, и когда я там полез, там все перепуталось в доме балконских. Не смог найти все мои расставленные эти. Думаю, Господь, спасибо тебе. Я буду по-простому. Ну, а Библию с тобой бумажную не взял. Взял в долг у пастора. Да, читаем 9 стих. Итак, будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу. Это 10 стих, но дочитаем. Каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Я понимаю, что не заставишь всех быть летчиками, потому что не все боятся, не все бесстрашны перед небом. Я, например, в детстве любил, мечтал быть летчиком, но не стал. Поступил, к сожалению, хотел в летной поступить, но по зрению не прошел. Не увидел эти ночные предметы, специальный агрегат там. Хотел, но не прошел. Ну, правда, потом, вот в детстве не любил, не боялся высоты. Прыгал с зонтиком там, с балкона второго этажа. Прыгал там с разными предметами, летательные аппараты пытался. Ну, слава Богу, ничего не сломал, только себе поцарапался. Но когда повзрослел, сейчас вот смотрю, у меня есть друг, Гена Ушевец, мы его песни поем с вами. Деревянные крылья. Ну, Гена как бы нормальный, он как бы ходит по земле, а сын у него руфер мустанг. Вот, знаете, такой, да? Он это самое, лазит по этим всем самым высоким местам. Я недавно посмотрел последнюю видеозаповедь, или записи его этого, так сказать, путешествия, и где-то на второй-третьей минуте я почувствовал, что мне тошнить начинает. Мне страшно от того, что я смотрю, как кто-то лазит на очень высоком месте. Я ей сказал, Боже, спасибо тебе, ты знал, что я не должен быть летчиком. И Бог меня, это самое, так, с чувством юмора, да, и вот тут, смотрите, здесь написано, что это дар. Вот зачем я прочитал это местоисписание. То есть, понимаете, странное приемство, это дар, чтобы вы не переживали, что если вот не хочется вас, вот, ну, вам кого-то к себе приглашать, не волнуйтесь, Бог вас за это не судит, и не лишит вас благодати своей. Вот. Значит, у вас либо будет, либо уже есть какой-то другой дар. Но почему-то он сказал всем, ревнуйте о страноприимстве. Потому что, оказывается, можно два дара иметь, и три. Ну, мы сейчас разберемся дальше, почему. И сейчас мы откроем с вами очень, вот это просто практический пример. Давайте Иоанна откроем. Евангелие от Иоанна. И это буквально вот сразу там в первой главе. Я люблю Евангелие от Иоанна, потому что оно самое короткое, компактное, и в нем все. Вот. И вот мы прочитаем это 35 стих, 35 стих и дальше, и здесь история такая. Значит, смотрите, вот эта история, там, в общем, было крещение, которое преподавал Иоанн. Ну, представьте себе, вот местность там, вот где-то река, там, вот это все. Вы помните эти истории, мы с вами, наверное, и фильмы смотрели. И вот, там на другой день, после водного крещения, вы помните, много людей, множество народа собиралось, да? И вот как раз Иоанн Креститель, он проповедовал в Духе Истины. Он так крепко проповедовал, что там написано, приходили и фарисеи, написано, и крестились, потому что страх Божий сходил на них. Они чувствовали, что этот парень, этот странный парень, говорит так, что просто выворачивает наизнанку все. И что ты чувствуешь себя так, как давным-давно не чувствовал, потому что Божье присутствие было очень сильное. И это служение истины, это хорошо. И это служение уже принесло результаты. Смотрите. И на другой день и на другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его и увидел идущего Иисуса и сказал, вот Агнец Божий. Услышал от него сие слова, оба ученика пошли за Иисусом. Два ученика Иоанна Крестителя, два ученика Иоанна Крестителя, не Иисуса. У Иисуса еще не было учеников. Пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущего, говорит, ребята, что вам надо? Что вам надо? А они сказали ему, Рави, что значит учитель, где живешь? А он им говорит, пойдемте и увидите. Пойдемте. Они пошли и увидели, где он живет и пробыли у него тот день. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего, Симона, и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Аллилуйя. Что произошло, братья и сестры? Что произошло? Там, кстати, ничего не написано. Три слова. И пробыли у него тот день. Ну, пять слов. Все. Вы понимаете, тут, но это же про целый день. Я хочу вам сказать, что я у Гены с Наташей сутки. Я уже два раза женой ей такую протянку уже там в мессенджере написал. Где мы были? Что мы делали? Тынь-тынь-тынь-тынь. Потому что уже много историй. Вчера моя жена уже звонит мне. Дорогой, я не знаю, что ты там делаешь, но мне уже прислали видеоотчет. Ты там так зажигаешь. Я знаю, что вы все не пьете. Я представляю, что было, если бы тебе налили. Это всего лишь навсего маленький видеоролик там, не знаю. Я его так и не видел, но она уже увидела. Понимаете, да? То есть, получается, слухи, информация. Это все маленький ролик, а она уже представила себе ого, у вас там весело. И понимаете, там действительно было весело. Вчера был очень классный. Меня танцевать заставили. Ну, как заставили. Так интересно заохотили, что я просто не смог отказаться. А у меня есть сложные места в моей жизни, в моей биографии. Ну, короче, у меня нет таланта, к сожалению, танцевать, потому что, когда все танцевали, я играл. Ну, поняли, да? Я с 15 лет на сцене. Ну, вот, как только в техникум поступил, я сразу был членом ВИА, ну, вокально-инструментального ансамбля. И до сих пор остановиться не могу. Ну, как бы, когда все танцевали, и вальс, и твист, и рок-н-ролл, я никак, ну, вот, я играл. И я только вот иногда, мы там договаривались, а хочется, хочется, ну, знаете ж, хочется девушку за талию обнять, потанцевать. Потом, когда своя появилась, опять я играю, она танцует, и с другими. А тебе хочется потанцевать, и вот так вот неприятно это. И мы тогда договорились с музыкантами. Будем делать, еще не было диджею, будем делать паузу, включать монитофон, хотя бы три. И мы только объявляли, белый танец, и мы раз сразу вниз. Вот. И музыкантов любят, приглашали. Вот. Ну, сначала, когда своей девушке не было, ну, чужие приглашали, а когда своя появлялась, то мне уже не нужен был белый танец, я просто раз к ней, солнышко, пойдем, тара-та-та-та-та-та-та-та. Но я только вальс умел. Когда быстро, и мне как-то так было стыдно, и оно не получается у меня. А, знаете, я это делал. Берем, иди на курок. Помните, да? Операция ИИ, или как там, что там? Вот это вот, я так посмеяться, пошутить, я вот это мог скопировать. А серьезно не научился. Но это важно. Важно, потому что, когда попадаешь на праздники, на юбилей, и тебя приглашают поучаствовать в конкурсе, если хочешь не упасть в юмор, лицом научись танцевать. Хорошо. Так вот, что произошло дома, у Иисуса? Что произошло? Можно вам даже предваряющий вопрос задать. Скажите, вам знакомо такое чувство? Встречаешься с человеком? Неважно, знакомый, незнакомый. Особенно, если незнакомый. Первый раз встречаешься. Вот встретился ты с ним. Потом, вот встреча произошла. Иногда это бывает прямо во время встречи. Сразу. А иногда это бывает после встречи. Чувствовали когда-нибудь вот просто атмосферу? Вот ты был до встречи, вот встречаешься с человеком, атмосфера меняется. И вот с этим человеком приходит атмосфера. Есть такая хорошая атмосфера. Тебе хочется с ним не расставаться. Тебе нравится общение с ним. А бывает такая атмосфера, что тебе хочется быстрее, аминь, и бегом куда-то, ну, лишь бы только все быстрее закончилось. Понимаете, о чем я говорю, да? За каждым человеком идет атмосфера его личности. Я не знаю, как это объяснить. Одни говорят, это аура. Вот есть люди веселые, оптимисты, жизнерадостные. Кстати, не обязательно за ними идет хорошее, потому что он может быть жизнерадостным пошляком, он может быть, ну, понимаете, бабником, блудником. И он так шутит по жизни. Вот, с ним вроде бы весело, а ты чувствуешь, шутки пошлые. Не обязательно позитив исходит от этого человека. Что-то не совсем такое приятное, веселое, но ты хочешь оставаться с теми, от кого пахнет чистотой, и чистым смехом, и радостью. И так же бывает уже в большем масштабе, когда ты попадаешь кому-то в гости. Когда ты заходишь в чей-то дом, ты получаешь свидетельство. Свидетельство этой семьи. Кто они? И я не говорю про богатство, я не говорю про количество комнат, вообще я не про это. Я говорю про атмосферу. Ты чувствуешь, есть в этом доме мир. Ты чувствуешь благодать или не чувствуешь ее. И тебе либо хочется в этом доме, потому что в нем уютно, тебя любят, тебя видят, тебе открывают свои сердца. Понимаете? Тебе открыли и сердце, и дом о тебе заботятся. Ты чувствуешь, как Божья любовь, она течет в твою жизнь. Я хочу вам сказать, для меня страноприимство было очень важным свидетельством того, что Иисус живой. если бы в моей жизни не было страноприимства тех людей, я был не бедным, не нуждаюсь, у меня тоже было жилье, но я говорю о том, что для меня было важно попасть в дом. И, понимаете, я не думал тогда, я сейчас иду и проверю, настоящие верующие, это мы сейчас уже такие умники, да, я говорю о том, что я шел домой к человеку, меня пригласили, я же не знаю, как там, я вообще еще у верующих дома не был. И тут я прихожу домой и просто чувствую в этой семье спокойно, дети бегают, свобода, они радуются, веселятся, но тем не менее, я как бы час прошел, два смотрю, дети какие-то странные, послушные, не бесчинствуют, и дети такие вроде бы радостные и в то же время воспитанные, и как-то вот это все, вот я делал, я видел разницу и делал какие-то пометочки у себя, вот я видел, как обо мне заботятся, я видел, как мне комнату уделили лучшую, как там все для меня приготовили, и я чувствовал себя, думаю, Боже, да что же это такое, я чужой человек, я в этом доме первый раз, а они вот мне время уделяют, вот, и у меня есть много друзей, и вот я сейчас вот сидел и вспоминал примеры, образы, вот в Киеве есть друг Саша Смеян, у него прекрасная семья, детки тоже выросли уже, и я когда еду в Киев, я хочу с ним встретиться, и мы иногда, говорю, можно у вас переночевать? Они говорят, конечно, приезжайте, Саша и Наташа, они бизнесмены, он тоже в прошлом офицер, это одна из причин, которые нас сближают, они любят Господа, вторая причина, даже первая, ну, как бы, ну, но, интересная вещь, они бизнесмены, и служители, они очень активные, у них всегда домашка, они в каком-то служении, они очень хотят, ну, не напрасно прожить свою жизнь, и вот я, когда, Бог когда-то спас их в нашем служении, вот, и они всегда подчеркивают, что они помнят это, и они очень благодарны Богу за нашу семью, за нашу церковь, и они говорят, приезжайте, мы хотим всегда вас почтить, я говорю, Саша, ну, раз почти, или два, ну, не, не, вы не понимаете, это в сердце вечное желание, и мы у них многому учимся, и учились, потому что, когда к ним приезжаешь, они бизнесмены, успешные бизнесмены, но когда я к ним начал приезжать домой, мы с Иришей, вот их дом отличается от других бизнесменов, знаете чем, они бизнесмены, у них очень чисто, аккуратно, всегда, они хлебосольные, но их дом очень эскетичен, слышите, они не больны материализмом, а у них нет манечки такой, купить старую резную мебель, поставить кровать там с какими-то итальянскими матрасами, вот, потому что у них главнее прогулка на велосипеде, у них хобби, рафтинг на этих сплавах по рекам, и это даже их, ну, хобби, они туда церковь, братья и сестер, садятся два микроавтобуса, 4-5 лодок, и вперед, Южный Бух, и так дальше, в Карелию едут, куда-то еще едут, я думаю, боже, вот это, я тоже смотрю на Гену и Наташу, они ныряют, вот, я не знаю, господи, у меня хобби музыка, и я еще когда-то в детстве, в юности футбол любил, но я думаю, может быть, мне тоже надо поучиться, рафтингу, или может тут, я уже у них спросил, а как это нырять там, попробовать, и смысл в том, что, понимаете, в их доме, есть, у меня очень такой богатый человек, друг, вот как Ира шутит, наш дом, а у нас тоже в Украине есть дом, он такой немаленький, но он небольшой, но мы строили как для себя, четверо детей, чтобы у каждого поспали, но как Ира шутит, наш дом может поместиться в прихожей у Валеры, потому что у него дом в разы больше, и там заходишь в прихожую, два таких, две медных колонны, потолки, наверное, метров по пять, или шесть, или семь, я не знаю, рулетка, я не завидую, нет, я просто говорю, что они тоже хлебосольные, слышите, они тоже страноприимные, а мы, говорит, всегда молимся, чтобы у нас кто-то был в гостях, и движение такое, без разницы, оказывается, страноприимство не зависит от количества комнат в доме, и я помню, когда я покаялся, и я приехал в мой город, я нашел первую церковь, пока я заканчивал академию военно-политическую, за пять месяцев Северодвинск открыли, и там появилась первая церковь Ивановская, и я приезжаю из академии, а я там уже Бога искал, ходил по Киево-Печерским пещерам, хотел целовать святые мощи, ну, попутно Господь объяснил, что это не надо, оно не помогает, не работает, но в Северодвинске я приехал уже с этого, так сказать, уже внутри, с благословением, и батюшка меня во Владимирском соборе исповедал, выслушал меня, потом говорит, сказываю тебе, сын мой, придет время, и придешь к своим, и там успокоится душа твоя, таким православным, я говорю, а я что, не среди своих, как бы, я и причастился, и крестик опять одел, вот, а я еще по форме, а он еще ко мне полдня подходить не хотел, я утреннюю отстоял, обеднюю, вот, а он не подходит ко мне, обходит меня как будто, знаете, как от нечистого как будто, а я подхожу потом к одной женщине, говорю, матушка, я не матушка, вот, ну, она нам эти свечки там ставит, все такое, я говорю, батюшка обходит меня, можете попросить, скажите, есть там один раб божий, грешный, нуждается вот в исповедании, она к нему подошла, пошушукалась, и говорит, вот после крещения младенцев, батюшка тебе время уделит, и он потом вот это вот мне сказал, ну, выслушал меня, полчаса слушал, а почему я не среди своих, да не, 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 он так смутился, это тоже все, мы все свои у Бога, но он говорит, понимаешь, пока ты говорил, я вот увидел тебя, как мне Бог показал, твоя душа не насытится, ни таинствами, ни праздниками, ни образами, не, слышите, да, перечень, тебе нужна церковь, где есть живое общение, говорю, а где такая церковь, ну, я не знаю, я тут, видишь, вот, говорю, ну, как они хоть называются, ну, он так, и он так нехотя сказал, ну, их иногда штундами называют, штундами, ну, так, это, в Украине, в России, так протестантов называли, потому что первые протестанты приехали в Россию и в Украину, это были лютеране, это были, потом они у нас их называли малаканами, евангелисты, ну, вот, и как бы, я целый год думал потом, где же их найти, этих штундов, и спрашивал, а вы не знаете, где тут штунды, не, не знаю, а потом они сами пришли в наш город, и я приехал с академии, хопа, и тут плакаты, Карл Густав там, Иисус исцеляет, и я на служение пошел, и пошел, пришел, и я уже, уже Иисус здесь, Он ко мне пришел во сне, в самом разгаре военно-политических событий, моей этой всей учебы в академии, Иисус нарушил все каноны, законы территорий, пришел в закрытую территорию, и открылся мне, как Сын Божий, я утром проснулся уже верующий, и побежал молиться, Господи, так вот Ты какой, и я прихожу в эту церковь, слезы текут, мне тут хорошо, так вот, что имел в виду батюшка, тут все не так и так, не так внешне, но так хорошо, внутренне, аллилуйя, и меня прет, я тут, ко мне подходят, сплашут, что вы плачете, я говорю, да я от радости, да, а вы уже, давайте вот, может быть вам надо покаяться, я говорю, да я вроде как покаялся, но я еще хочу, и меня вперед, я выхожу, на молитву покаяния, пастор подходит с микрофоном, а вы кто, что, 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 подробней, подробней, что, какая часть, слышите, пастор этой церкви, за 7 лет до того, как я в ней служил, заместителем командира батальона, он там был свинерем, слышите, свинер, но он без присяги, он же штунда, евангельские верующие присягу не принимали, и они были на таких, знаете, должностях, там, на складе, потому что не воруют, знаете, да, поваром, потому что, они все, все прекрасно, коммунисты знали, штунды честные, не воруют, послушные, не пьют, самоуку не бегают, у нас, у меня в батальоне, было 2 или 3 баптиста, я пользовался ими, на Новый год, штунды в наряд, все будет хорошо, точно, не будет драки, они же молились, это я сейчас понимаю, понимаете, да, вот, и оказывается, за меня молились, и Яков, слышите, пастор, когда услышал это все, старший лейтенант Денисенко служит еще, служит майор, а так имена называют, и слышите, пастор падает на колени на сцене, начинает плакать и орать, орать громко, аллилуйя, сработало, Господь, аллилуйя, живой, он молился о всех тех, кто были, есть и будут, и вот те, которые там были, еще не покаялись, но те, которые будут, вот он, и он обнял меня, брат, и ты еще там, говорю, да, через неделю Пасха, ты что-нибудь будешь, я, да, буду, буду, я буду проповедовать, я в Пасху отпустил всех офицеров, собрал полный клуб солдат, и провел евангелизацию, включил фильм, Евангелие Иисуса Христа по Евангелию, ну, от Луки, у меня других аргументов еще не было, я еще не закончил семинарию, я мог только говорить о том, что я был слепой, а теперь вижу, вот, но еще я, понимаете, я был еще сильно умный, коммунист еще, я еще даже портбилет не положил, ну, как бы, я уже для меня ничего не значил, но, вот, я вот провел такое богослужение, я понял, я понял, да, что надо закругляться, но я знаю, что Дух Святой продолжит говорить вам, и скажет намного больше, скажет намного больше, потому что, когда я видел, что происходит дома у верующих, я говорил Богу после этого, я хочу, чтобы у меня было так, я видел намного больше, чем слышал, я видел уют, мир, тишину, покой, я видел любовь, нежность, согласие, я видел, пришел, а у них домашка, не случайно совпало, а пастор меня потом провожает, говорит, подожди, давай накладывают мне картошки, сало, там мне не надо, а я не бедный человек, у меня хорошая зарплата, он столько не получал, нет, ты не понимаешь, у меня в сердце есть желание, я тебе дам, если тебе не надо, отдай другим, спроси у Бога, Он тебе покажет, ну просто не мешай, моей душе радоваться, возлюбленные, когда вы спите у святых дома, знаете, что вы там по воле Божьей, но я хочу спросить у вас, ревнуете ли вы, я у себя спрашиваю, ревную ли я о страну украинстве, последний пример, я знаю, почему Бог дал мне, Бог даже дал мне тот дом, дом моей мечты, он есть в Украине, к сожалению, он не там, но мы скучаем за ним, но мы построили, я строитель, мне не сложно построить дом, и сейчас уже второй дом, третий в Полтаве начали строить, у меня фанатизм такой, знаете, цыганское проклятие, чтоб тебе два раза строиться, вот, вот, а я не боюсь этого, это классно, это интересно, кто строитель, тот понимает, это классно, я сейчас благодарен Богу, что я был военным строителем, ну, на флоте, морская инженерная служба, потому что, когда одни войска разрушали, а мы строили, вот, и классно, когда ты пришел сюда, вот, гарнизон закрытый приехал, не было детского садика, уезжаешь, теперь есть, понятно, что это не американский пентхаус, иногда нас говорили, там, за качество, там, чуть-чуть нас ругали, ну, а что можешь делать, солдат, стройбат пришел, что он может делать, он там и становится строителем, ну, зато и офицеры обои клеили, когда надо было сроки поджать, все, бросали фуражки свои, мазали, клеили, красили, вот, все делали ради того, чтобы выполнить свой долг, а мы домостроители Божьи, и знаете, что от нас, от домостроителей Божьих, надо, чтобы каждый, что, оказался верен, верен, чему, не просто своим собственным желанием, а Божьему проекту, у нас есть чертежи, у нас есть проект, и я вам читал сегодня, я верю, что есть четыре основных предпосылки пробуждения, я их вам назвал, да, молитва, это хождение в слове, ну, как бы, любовь к слову, жизнь в слове, да, вот так, лучше так, жизнь в слове, потом, хождение в истине, это значит и в Духе Святом, и в слове, ну, вы понимаете, то есть, хождение в истине, это чтобы твоя жизнь соответствовала Божьему проекту, и это единственное внешнее проявление, материальное проявление веры страноприимства, слышите, вот это четыре вещи, но зато это четыре составляющих взрывчатки, вот если ты сделаешь взрывчатку, я знаю, что здесь еще есть один военный, есть военный в прошлом, мне говорили, что вы военный, Олег, вы помните, мы учили оружие массового поражения, да, это был секретный предмет, и мы строили и бомбоубежище, и стартовые эти, старты для ракет, и, короче, когда нас учили, то знаете, одну вещь, я потом понял, когда стал верующим, вау, так это работает, это духовные принципы, вот почему первая бомба атомная была такая большая, что всего две бомбы самолет мог увезти, ну, на Хиросиму, это неприятные истории, позорные истории человечества, да, сегодня вот, я вам скажу так вот, офицер этого направления, тот, который занимается наукой, он вам скажет, что сегодня та бомба, которая весила несколько тонн, вот, она может поместиться в маленький барсетку, в маленькую барсетку, ну, или маленький дипломатик, вот, понимаете, да, почему, и есть причина, оказывается, сила взрыва зависит от чистоты вещества, слышите, да, и от плотности его, как бы, химического там, да, или как можно правильно сказать, соединения, ну, то есть, все должно быть сделано правильно, наука двигается, да, эти чертежи, им уже несколько тысяч лет, если мы будем соблюдать эти чертежи, если мы научимся, размышляя в Господе, перед Богом, в тайной комнате, и будем ходить в истине, и потом наши сердца, и наш дом будет открыт для того, чтобы высвобождать это все, у меня куча свидетельств, как Бог спасал людей, я жил в комнате, в Украину приехал, 12 квадратных метров, я опоздал на поезд, ехал, хотел ехать к родителям и к жене, год жили порознь, опоздал на поезд, и еще одна семья, мужчина с дочкой, опоздали на поезд, у меня комната в общежитии, 12 квадратных метров, им некуда идти, ночь, пол второго, я их приглашаю домой, они спят на диване, я снизу матрас надул, им так неудобно, они стесняются, но благодарят, и потом, уже в 5 утра, дитё спит, а он, ну ты какой-то, ты верующий, я говорю, да, ну вот, где-то к 7, мы помолились, а потом где-то через, несколько месяцев мне из Константиновки знакомый пастор привет передает, ты знаешь такого-то человека, у тебя ночевал, он у нас в церкви, классный такой мужик, энергетик у нас, говорит, на обогатительном комбинате, он уже несколько человек привел к Иисусу, да, аллилуйя, аллилуйя, Господь, ты благ, ты милостив, Бог, он такой чудесный, первый наркоман, который покаялся в нашей церкви, был внуком начальника нашей межрайонной милиции, этот подполковник, почтенный уже на пенсии, и представляете, какой позор, он на пенсии, а его внук наркоман, и этот наркоман говорит дедушке, дедушка, меня только Бог уже из тормы может вытащить, я в торбе, дедушка, но только Бог, дедушка, бывший милиционер, он военный, и он говорит, за руку, пошли по церквям, православный, нет, дедушка, в этой церкви не вытащит меня Бог, идут в другую церковь, в этой тоже, в третью церковь, и в этой тоже, не вытащит меня Бог, ну как-то так случилось, оказалось в нашей церкви, дедушка, стоп, задержимся здесь, задержимся, постоим, дедушка, постоим, вот, после служения, дедушка, я хочу с пастором познакомиться, вот, дедушка подходит ко мне, а я помню его, я в мир город приехал, он еще был начальником милиции. А это где-то уже 12-й год моего пастырства. И вот он говорит, пастор, помогите, умоляю, ради Бога, помогите ему. Ему 20 лет. Нет, меньше. Стоп, он был на втором курсе университета. 17, ну, 19 лет. А он уже в этой торбе. Он под этим проклятием наркотиков. Пастор, если Бог ему поможет, клянусь, я и вся моя семья будем в вашей церкви. Говорю, стоп, стоп, стоп. Говорю, не надо клясться. Но потом так и случилось. И этот парень просто идет ко мне домой в гости. Приходит и остается у меня дома на месяц. На месяц. Ну, месяц это он уже, за месяц он уже и на гитаре научился играть. Потому что мы с ним проводили много времени. Потом через месяц он уже у нас в прославлении играет. Но самое главное, слушайте, утром мы вместе с ним встали с молитвы. Я говорю, ты теперь пойди поспи. И я чуть-чуть посплю. А потом, говорю, что-то сделаю. И он пошел, поспал. А потом где-то к обеду проснулся. Говорит, пастор. Говорю, что такое? Я в шоке. Говорю, что такое? Ломки нету. Ну, кто знакомый с понятием наркомании, тот знает. Ломки нету. Она просто не пришла, потому что Иисус пришел. И он утром уже был детем Божьим. Но, слушайте, он остался у меня дома. И он потом рассказывал церкви. Я пришел, а там воздух другой. Мы этого не чувствуем, родные мои. Мы к этому привыкли. А люди, которые Бога не знают, они это ищут. И он потом рассказывал, а там воздух другой. У меня такое впечатление, что он густой, чистый. Он говорит, я там даже такое впечатление, что свет перламутровый. Я говорю, да какой перламутровый? Свет как свет. Это пыль, говорю. Помните, Юрий Богатиков пел, да? Я ей говорю то. Говорю, луна, говорю. И свет, говорю, в окошке. Она говорит, то лампа горит. И вьются над ней мошки. Мы по-разному видим этот мир. Но не мешайте людям увидеть то, может быть, к чему мы привыкли. Он любит нас. Он хочет использовать все, что мы имеем. Не волнуйтесь. Хотите иметь лучшую квартиру? Дайте людям страноприимство. Начните об этом молиться. Я знаю, что многие стесняются. Стесняются, что у меня нету таких матрасов. У меня скромная эпитация. Накормите его картошкой в мандерах. Да вы даже не представляете, как она вкусно будет кушаться в этот момент. Потому что масло святое будет на этой картошке. Вы понимаете, о чем я говорю? Дух Святой, спасибо тебе, что ты будешь продолжать эту тему. Я верю, это от тебя, Господь. Я верю, это ты побуждаешь мое сердце делиться этим. Я верю, что ты инициатор всего доброго, святого, вечного и настоящего в нашей жизни. Господь, мы хотим, чтобы ад опустошался, а твое царство наполнялось. Используй нас для этого. Мы молимся, Боже, и просим тебя во имя Иисуса Христа. И все, кто верит, скажите «Аминь». Слава Иисусу! Он достоин! Аллилуйя!